Всем привет, и вы на канале Mr. Little, и меня зовут Анастасия. И сегодня я снимаю одну из таких, знаете, регулярных рубрик на моем канале. И это рубрика вопрос-ответ. Сегодня в инстаграме я выложила вот такую вот сториз, попросила, чтобы вы оставляли свои вопросы. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм. И да, в сегодняшнем видео я буду на них отвечать, вы сможете узнать меня поближе. И да, что еще сказать, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и надеюсь, что вам понравится это видео. Кстати, хочу сразу извиниться, если у меня в этом видео будет странный голос, я просто немного приболела, и как бы... I am so sorry, guys. Я надеюсь, что это не будет портить видео, и вас это сильно раздражать не будет. Первый вопрос, с которого я хочу начать, и мне кажется, это очень-очень многих интересует, это сколько денег ты зарабатываешь за месяц в ютубе и на съемках. Честно, я даже уже как-то снимала вам видео, где рассказывала о прям точных своих заработках, сколько я зарабатываю с каждым видео, оставлю его в описании. Но сейчас из-за проблем, которые происходят в мире, заработок у меня с ютуба уменьшился, а именно на 50 примерно процентов, так как большая часть моей аудитории из России, а в России перестали показывать рекламу, соответственно, мой заработок все. И сейчас в среднем я зарабатываю где-то 200-300 долларов в месяц моих видео, а видео я выкладываю 3 раза в неделю, что на самом деле очень-очень много видео, многие выкладывают по одному разу в неделю, и у них такой же заработок. А что касается на съемках, то тут вообще, честно, нестабильный заработок, так как в один месяц может быть несколько съемок, а в другой месяц вообще нет. Но если так, знаете, стабилизировать, то примерно 5-10 тысяч бат, вот такая вот цена в рублях, я зарабатываю на съемках в месяцах. Но, конечно, в какие-то месяца это может быть больше, потому что за одну съемку мне, например, могут заплатить 40 тысяч, а в другие месяца это может быть меньше, когда вообще съемок нет. Предлагали встречаться? Честно, я наконец-то рада, что не было в этот раз вопросов, есть ли у тебя парень, не целовалась ли ты когда-нибудь, огромное спасибо. Но на этот вопрос у меня тоже ответ, честно, нет. Вот, но не помню, чтобы мне кто-то предлагал встречаться, серьезно. Я слышала то, что, возможно, как будто я нравилась, кто-то ко мне подкатывает как-то, но никто никогда не предлагает. Вот, серьезно, я не знаю почему, кто-то либо думает то, что я уже занята, кто-то думает то, что я слишком красивая. Ну, как бы, you know, why not, типа, красотки остаются самыми последними, да? Но, как бы, вообще, вообще никто. И, типа, мне, конечно, пофигу, но, типа, come on. Excuse me, where's my man? Боже мой. Как ты придумала название Миста Элиттл? Хочешь его изменить? Честно, на этот вопрос я уже несколько раз отвечала, но хочу еще раз на него ответить, так как очень много новых подписчиков на канале. Миста Элиттл, что это означает? Это имя мы придумали, когда мне было, наверное, лет 9, то есть очень-очень давно. Мисс, это означает, соответственно, девочка. Тай, это Таиланд. И вообще, обычно Тай пишется как Тай, то есть с буковкой H перед A. Но, так как многие русские тогда читали это как Тай, да и, в принципе, сейчас читают тоже как Тай, мы решили H не добавлять. Плюс еще на тот момент, когда у меня было там 50 подписчиков, когда ты вводил это имя, то есть мисс Тай Элиттл, то там выходили какие-то разные конкурсы для девочек, соревнования, вот эти вот мисс принцессы, и мы решили то, что пусть будет Тай. И последнее, как бы, слово Литтл, потому что тогда я была маленькая. Хочу ли я это изменить имя? Честно, и да, и нет. Нет, потому что это уже, можно сказать, мой личный бренд, это то имя, с которым я ассоциируюсь. Многие вообще не знают мое реальное имя и думают то, что мисс Тай Элиттл это мое настоящее имя, но нет, меня зовут Настя, всем привет, да. Но, а поменять я его хочу, потому что, ну, все-таки давно его сделали, и я уже не Литтл, я уже мисс Тай Биг, но, как бы, мисс Тай Биг звучит очень-очень странно, так что пусть будет пока мисс Тай Литтл. Не комплексовала раньше из-за того, что не было месячных. Честно, я вообще не понимаю вот этого вот закона у многих девочек. Мне просто каждый день приходят какие-то сообщения в директе, типа, вот мне 14 лет, и у меня нету месячных, или вот мне 10, а я уже хочу месячных, и как мне вызвать месячных? У меня у подружек уже есть месячных, а у меня нету. Камон, девочки, радуйтесь, что у вас их пока нету, потому что, когда они начнутся, это пипец. Вы понимаете, раз в месяц, несколько дней в месяц, а ходить с памперсом у вас под ногами, вы понимаете, насколько это ужасно? А у кого-то еще ужасные боли, кто-то там, не знаю, падает в обморок из-за этого. Радуйтесь, не комплексуйте из-за этого. Месячные придут тогда, когда они должны прийти. Не пытайтесь как-то ускаривать процесс, не пытайтесь там молиться, чтобы вам пришли эти месячные. Не надо, ждите, они придут, когда они должны будут прийти. Почему вы папу называете по имени? О, да, таких вопросов очень много. Смотрите, Олег, мой отчим, муж моей мамы. Он живет вместе с нами, и так как я уже привыкла его называть Олег, мне как-то не знаю, не то чтобы некомфортно, я просто привыкла к тому, что я его называю Олег. Нет, мне не сложно его там называть папой иногда, да, я называю его иногда так. Но как-то Олег, он, знаете, уже так, знаете, как-то прирос. Да, вот поэтому. Еще хочу, кстати, сказать. Смотрите, у нас в нашей жизни есть два Олега. Олег отчим, муж моей мамы. А есть Олег мой друг, мой друг. И очень многие люди их путают. Когда говорит мама о Олеге, либо же я говорю то, что Олег у нас там вот это, вот это вот. Мы говорим про нашего отчима, про маминого мужа. А когда я рассказываю вам какую-то смешную историю там из школы, из какой-то жизни, то это про Олега друга. Мне страшно настолько сильно открываться подписчикам. В каком смысле? В том смысле, то, что я снимаю видео о месячных, обритье и так далее, мне кажется, что как бы в этом нет ничего такого прям стеснительного. Да, иногда мне не очень хочется на этой теме разговаривать. Про это что-то вам, знаете, так подробно рассказывать. Но в любом случае этого нельзя стыдиться. И как бы... Why not? Типа я вам даю классную информацию, мы с вами сближаемся. Есть какие-нибудь шрамы на теле? Да, у меня есть один такой прям, знаете, прям шрам-шрам на ноге. Я его получила, по-моему, когда мне было 3-4 года. Ну, то есть я была очень-очень маленькая. И я прям помню этот момент, как я была на работе с моей тетей. А тетя работает в прихмахерске. И тогда у этой прихмахерске была такая металлическая дверь. Знаете, как в России раньше были прям вот эти... В многих подъездах они до сих пор такие. Ну, в общем, металлическая дверь. И как бы мы выходим, закрывается эта металлическая дверь. Я не знаю, как это произошло. Я, наверное, забыла убрать свою ногу или что, или подставила ее как-то. Я не знаю, но суть в том, что у меня эта металлическая дверь прям проходит по моей ноге. И... Я так орала просто. Вы не представляете. Это было очень-очень больно. И вот так вот это сейчас выглядит у меня на ноге. До сих пор шрам. Да, мне кажется, он никуда не уйдет. И как бы... Вот такие вот дела. Пробовала ли ты алкоголь и курение? Уже не раз отвечала также на этот вопрос. Но... Смотрите, курение я никогда не пробовала. И, честно, не хочу пробовать. Как я уже говорила в видео, у нас в школе многие курят в туалете. Вейп, сигареты. И как бы... Я смотрю на это, и мне это даже не хочется пробовать. Ну вот зачем? А что касается алкоголя, к нему я нормально отношусь. В принципе, хотите, не хотите, пейте. Я несколько раз пробовала. Водка, ром. Мне вообще не зашло. Что за противный вкус? Серьезно. А вот типа винца такого, знаете, сладенького. Вот это вот мне нравится. Да. Будешь ли ты получать права на автомобиль? Да, кто не знает, я несколько дней назад получила права на автобайк. Ждите, кстати, скоро видео на канале. Да, прям, знаете, мой целый road to my driver's license. И как бы... Да, я получила права на байк. Получать права на автомобиль в Таиланде можно с 18 лет. Буду ли я их получать? 100%, потому что на машине я тоже планирую ездить. Вот, когда исполнится 18, скорее всего, пойду сдавать. Машину вряд ли мне купят 18, но... Буду, конечно, получать. Ну и последний вопрос. Ты думала о переезде, когда тебе исполнится 18 или больше? В 18, скорее всего, нет, я не буду переезжать, когда мне будет 18. Скорее всего, когда мне исполнится 19. Я все-таки перееду, потому что в 19 я закончу школу. Так как у нас в Таиланде 12 классов, и в 19 ровно я закончу 12 классов. И потом буду учиться в университете. Да, если кого интересует, я хочу учиться в университете. Но здесь уже вопрос, где я буду учиться. И, скорее всего, 100% я не буду учиться в Таиланде. Я планирую поступить на журналиста. Также учиться актерскому мастерству еще, так знаете, дополнительно. В общем, в 19 лет я планирую переехать. Так как планирую учиться за границей. Но тут уже, знаете, как получится. Потому что мир крутится, мир меняется. Никто не знает, что может быть через несколько лет. Ну, в общем, вот и все. Вот такой вот у нас с вами вопрос-ответ получился. Еще раз извиняюсь за свой голос, за то, что я говорю через нос. Простите меня, пожалуйста. Но в любом случае, надеюсь, что это видео вам понравилось. И если это так, то поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. Если у вас остались какие-то вопросы, то напишите их в комментариях. Либо ждите скоро новый вопрос-ответ. Обязательно его еще сниму. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. И да, всех целую. До скорой встречи. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok